Обратиться в редакцию телеканала ОТРАР предпринимателя Еркина Муминова вынудили недобросовестные строители. Рядом со сквером по улице Оскарова располагается одно из предприятий мужчины. По его словам, в ходе работ по благоустройству территории подрядчики разбили ступеньки крыльца у входа в его собственность, а восстановить отказались. Причем свой отказ рабочие никак не аргументировали. Еще один бизнес у мужчины расположен по улице Мира, где сейчас идет работа по строительству Нового Арбата. И здесь те же подрядчики посигнули на его собственность. По словам Еркина Ашировича, рабочие снесли и увезли в неизвестном направлении защитные железные ограждения. Повредили декоративный забор строительной техникой, а потом и вовсе позвали чиновника, который постановил убрать плитку и ограждение на арендованном им на несколько лет участке земли. Законные предписания мужчине не предоставили. И он сказал так, мы будем все это, вот эта зона озеленения, не стоит видеть на яйца, мы это будем рушить и так далее, пожалуйста. Но дайте мне какое-то соответствие документ. Как человек в возрасте, я привык всегда иметь на руках документы. И поэтому я потребовал от этой данной организации гарантийное письмо, заверенное, естественно, вашим отделом, Акиматом и так далее, мне безразлично. Но чтобы они потом данные ситуации восстановили. Я понимаю, что должно быть все одинаково, что это зона озеленения и так далее, которые я взял и так далее. Я плачу налоги, все это прекрасно понимаю. Но должна быть какое-то предписание какое-то. По словам Еркина Ашировича, он не раз обращался в Акимат. А во фронт-офисе его жалобы приняли только с четвертого раза. Но результата ноля в ответ на прямые претензии к строителям лишь хамство и грубость. Бизнесмен признается, он никогда не думал, что в своем почтенном возрасте столкнется с таким неуважением. Я столько лет проработал в образовании в медицине, я понимаю, что эти люди, которого рождение 90-х годов, это когда было трудно становление и так далее, и так далее. Эти люди не понимают границ уважения к старшему. Они не знают, что такое отец, они не знают, что такое мать. К сожалению, они могут разговаривать таким тоном, что хочется с ними разговаривать по-другому. По-другому говорят и подрядчики. Мол, никаких проблем они не видят, а конфликтные ситуации всегда стараются разрешить мирным способом. И эти проблемы уверяют в компании разрешат. Крыльцо восстановят, а на участок земли предоставят предписание. Хотя в то, что убытки в виде поврежденного имущества мужчине принесли именно их работники, в компании не верят. У нас там техника не ходила, но раз на то пошло, если прямо человек настаивает, что это мы, мы люди не конфликтные, в принципе, мы, это, кажется, не наша вина, но мы, чтобы все мирно прошло, мы можем это исправить. Все не проблема, мы сами сейчас все сделаем. Это вообще не проблема, не знаю, почему все на нас все время катится, потому что мы стараемся все аккуратно делать. Целевое назначение этого участка было озеленение. Вот если сейчас посмотрите, там хоть кусок травы есть. Целевое назначение не используется вообще. Поэтому предложение такое, что вот это все, там даже не парковка, не что, просто мощением красиво зайти, чтобы заезд красивый был. Нам этот кусок, допустим, что мы там что-то ставили, какую-нибудь будку подмороженную или еще что-то, у нас в целях этого нет. Только благоустройство. Все проблемы, уверяют сотрудники компании, они устранят в течение пары дней. Но до сих пор остается без ответа один вопрос. Почему, казалось бы, благое дело, благоустройство города приносит не только пользу, а ущербы по имуществу и потраченные нервы предпринимателям? Это в компании объяснить не смогли. Анастасия Новикова, Эльдаржин Усканов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРАР.